Для приготовления Цезаря нам понадобится салат капуста айсберг, либо китайская капуста, либо листья салата, или на крайний случай белокочанная, молодая. Помидоры черри, можно взять только красные, можно взять миксованные, можно взять помидору азербайджанскую и меленько порезать. Сыр пармезан, майонез, зерновая горчица, соевый соус, масло, специи, сухой чеснок, батон на сухари, конечно же, куриное теле. В первую очередь мы порежем сухари и поставим их сушить. Возьмем протвишок, порежем батон на такие небольшие кубики. Вот так вот. И еще пару кусочков, я думаю, будет достаточно. Вот так вот. Так. Все, наши сухари порезаны. Добавляем сюда сухой чеснок, чтобы они у нас были с ароматом чесночка. Немного соли. Немножко прям, чуть-чуть. Вот так вот. И растительное масло. Все перемешиваем. Вот так вот. И ставим в духовку сушить наши сухари. Не забывайте подглядывать, иначе ваши сухари сгорят. Я поставлю градусов на 100 минут 5. Если они будут немножко сыроваты, можно немножечко их помешать и снова поставить в духовку. Вторым этапом мы маринуем куриную грудку. Для этого я беру соевый соус, сухой чеснок. Если нет сухого чеснока, можете натереть пару-тройку головок сырого. Немного перца. Немного перца. Перемешиваем. И даем нашей курице промариноваться буквально минут 5-7. Пока наша курица маринуется, сушатся сухари, мы приготовим с вами соус. Для этого возьмем майонез, горчица, каплю соевого соуса и сухой чеснок. Если нет сухого чеснока, можно добавить сырой. Пару зубчиков. И, конечно, ложка. В майонез добавляем горчицу. Каплю соевого соуса. Ну, вот где-то половина ложки. В столовой. И сухой чеснок. Как раз сухой чеснок маленечко разойдется и отдаст свой аромат нашему майонезу. Так. Попробуем. Чуть-чуть кисловат. Давайте добавим каплю сахара. Так, достаю. И щепотку сахара, не больше. Этого будет достаточно. Перемешиваем. Соус наш готов. Грудка наша промариновалась. Начинаем ее обжаривать. Для этого я беру сковороду. Нагреваю ее. Наливаем масло. И выкладываем нашу крючку. Наша курица обжаривается с двух сторон до золотистой корочки. После немного убавляем жар и покрываем ее крышкой, чтобы она у нас прожарилась внутри. Наши сухари подсушились. Достаем. Вот такие вот хорошенькие рыжие сухарики у нас получились. Так, наша грудка поджарилась. Вот такая вот красивая грудка у нас получилась. Мы ее тоже достаем на тарелку, чтобы она немного остыла. И начинаем собирать наш салат. Как я уже говорила, у меня салат айсберг. Салат можно нарезать как соломкой, так и ломтиками. И можно просто порвать. Порвать это вот так вот. Соломкой. Ну, это вот как мы всегда шинкуем капусту. Сегодня я сделаю крупными ломтиками. Или, как сказать, шашечками. Вот такими вот. И вот дорезаю остаток. Вот. Пол вилка нам будет достаточно. Добавляем туда часть помидорок черри. Я порежу пополам. Вот такие вот веселые половинки у меня получились. Добавляем в нашу заготовку часть соуса и перемешиваем. Чтобы наша капуста немножечко смешалась с соусом. Вот мы частично с вами все смешали. Выкладываем в салатник. Я надену перчатку. Одеваем варежки, чтобы не мерзли руки. Так. И поехали. Вот у нас смешанные. Вот такой вот горочкой я кладу нашу смесь. Постарайтесь, чтобы она немножко не разъезжалась в стороны. Так. Убираем. Берем нашу куриную грудку. Вот возьму небольшой кусочек. И тоненькими ломтиками вот так вот нарезаем. Она прям даже теплая еще. Получается такой частично теплый салат. Так. Ну и давайте как-то красиво выложим. Так вот. Курочку положили. Так. Сверху поливаем соусом. Еще немного соуса. Так. Посыпаем нашим сыром. Вот так вот. Так. И сверху сухари. Сверху. Сухариками. И для украшения я возьму пару помидорок черри. Вот так вот. Так. С трех сторон. Вот так вот. Вот так. Вот. Субтитры подогнал «Симон». Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон». С Yoon. Ну, вот такой вот у нас салат получился на скорую руку. Вроде бы сложный, а в общем-то ничего сложного, он очень простой. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока!